Курбан-Байрам – главный мусульманский праздник. Он является частью обряда паломничества в Мекку. Отмечается в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря в течение трех дней. История этого праздника берет свои истоки от предания из Корана, когда архангел Джабриил явился пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву своего сына. Ибрахим отправился в долину Мина, где ныне стоит Мекка, и начал готовиться к обряду. Его сын, знавший о том, что его ждет, не сопротивлялся, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Бога, и когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не мог резать, и архангел Джабриил дал пророку в качестве замены барана. Поэтому название этого праздника переводится как «праздник жертвы». В этот день у мусульман принято принимать гостей, готовить традиционные блюда, угощать ими всех людей, и многие стараются дарить родным подарки. Обычно мусульмане отмечают Курбан-Байрам в долине Мина, вблизи Мекки. Но не все могут совершить хадж в Мекку и принести жертву в священном месте. Поэтому каноны ислама предписывают мусульманам исполнять кульминационную часть обряда в любом месте, где они могут оказаться. Курбан-Байрам празднует мусульмане по всему миру. Так, например, в Москве к предстоящему празднику верующие получат в подарок от столичных властей дополнительные площадки для намаза, а от подмосковных – новую мечеть. В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии, Адыгеи, Курбан-Байрам объявлен нерабочим днем. В Крыму этот праздник также объявлен выходным днем. Он предусмотрен постановлением Верховного Совета Крыма от 26 марта 1993 года об установлении праздничных дней для граждан Республики Крым исповедующих ислам, статьи 73 Трудового Кодекса Украины. Согласно этому постановлению, мусульмане полуострова могут получить выходной на эти дни праздника, однако затем пропущенный день придется отработать. Депутаты хотят инициировать внесение поправок в 73-ю статью Кодекса законов о труде Украины и включить Курбан-Байрам в число выходных, которые не отрабатываются. В Керчи около 5000 людей исповедуют ислам. В это число входят не только крымские татары, но и представители других национальностей, принявших мусульманскую веру. Они также получат выходные в праздничные дни, которые в этом году выпали с 15 по 17 октября.